Ну а теперь к новостям спорта. В Махачкале прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный тренеру, преподавателю спортшколы «Динамо» Константину Гасанову. Захватывающие поединки увидел своими глазами наш спортивный корреспондент Дан Шугом. У него все подробности. Наверное, символично, что пять золотых наград этих соревнований из 12 возможных завоевали воспитанника одной из самых прославленных спортивных школ республики, какой является «Динамо». Именно в ней работал тренером Константин Гасанов, а обслуживали соревнования его коллеги по тренерской работе с «Дюшер Динамо» и по республиканской сборной, судьи международной категории. И похоже, в будущем ежегодном календаре на один республиканский турнир станет больше. Мы с Константином Гамиловичем тренировали, он мне взял к себе напарника, 12 лет. Мы воспитали Зубаилова Халила, который стал чемпионом Европы по юношам, чемпионом Дагестана становился, выиграл из КФО. Воспитали также Гвагзатилова Али, который сейчас борется за Азербайджан, становился чемпионом мира до 23 лет, чемпионом Европы до 23 лет. Похоже, дело своего отца продолжает и мастер спорта России Камиль Гасанов. На этот турнир он выставил пять своих учеников, один из которых тоже внес весомый вклад в успех своей «Динамовской» команды. Мой отец и, как и любой другой тренер, в первую очередь ценят качество, целеустремленность и трудолюбивость спортсмена. С ранних лет это уже бывает выражено. И я люблю любой ученик, достойный ученик, выполняет любую установку тренера. Кто будет лучше слушать своего тренера, тот и добьется успехов. На торжественном открытии турнира с приветственным словом к участникам, тренерам-судинам, почетным гостям и родственникам Константина Гасанова обратился первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Зайнал Салаудинов. На сайте Камиловича мы тоже стояли в строю. Таких трико и борцов тогда не было. Одного спортсмена, одни чешки поменяли друг друга, выходили на ковер. Сегодня симпатичные, красивые, молодые и дети. Я хочу вас всех поздравить, пожелать, чтобы ваша жизнь была прекрасной. Все, что вы делаете в жизни, получалось. Соревнования среди младших юношей всегда в Республике привлекают внимание большого количества любителей спорта. Не оставляют их, несмотря на свою занятость, прославленные тренеры, специалисты и спортсмены. Не смог остаться равнодушным к такому спортивному празднику и президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Сажид Сажидов. Каждый турнир, каждый старт и для ученика, и для тренера, и для зрителя всегда что-то новое дает. Поэтому в каждом турнире, хоть он маломайский или крупный турнир, это начало будущих чемпионов. И очень интересно бывает, когда борются маленькие дети. В общем, положительные эмоции, полученные от детских соревнований, непременно пойдут на пользу наставникам республиканской сборной в преддверии юбилейного международного турнира памяти Али Алиева. Турнир памяти Али Алиева, он в этом году действительно юбилейный, 50-й турнир. Это, можно сказать, самый крупный турнир на сегодняшний день в нашей республике. Вместе с Министерством спорта очень все готовятся к проведению к этому турниру встречи гостей, спортсменов. Я уверен и думаю, что все пройдет на высшем уровне. Напомним, что за свою спортивную карьеру сам Сажид Сажидов покорял вершины международного турнира в памяти Али Алиева 4 раза. Дан Шугом, Руслан Гаджиев, Вадим Ишамхалов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин